Минский тракторный завод выпустил 4-миллионный трактор. Притом, юбилейную машину не оставят на заводе, а передадут трактористу из производственного кооператива «Колхоз Родина Могилёвской области». Но это только присказка. Куда интереснее ближайшие планы минчан. В частности, выпуск флагманской модели трактора отдачей около 500 сил. На самом деле, над техникой подобного класса работы ведутся давно. В мае 2018 года Минский тракторный представил концептуальный Беларусь 5022. Та машина была оснащена 18-литровым дизелем Caterpillar. 500-сильный трактор изначально создавался как экспортная модель. Разработчики наделили новинку, запоминающуюся внешностью, комфортабельной кабиной и массой электронных помощников, включая полноценный автопилот. Правда, в середине марта Caterpillar остановил свой российский завод. В перспективе дело вообще может закончиться уходом бренда из России и Белоруссии. Поэтому МТЗ нужно спешно найти нового поставщика моторов. Понятно, что сейчас логичнее всего смотреть на агрегаты китайских производителей. В частности, двигатели большей мощности для тракторов и сельскохозяйственной техники выпускает корпорация VH-I, у которой есть моторный завод под Минском. Вообще, марка «Белорусс» сейчас держит 60% всего российского рынка сельскохозяйственной техники. Поэтому минчане готовы организовать сборочную площадку на территории России, а конкретно в Татарстане. Более того, в прошлом году даже началось строительство производственного комплекса. В рамках локализации предполагалась сварка универсальной кабины и установка двигателей «Каменс» челнинского производства. Понятно, что сроки реализации проекта придется скорректировать из-за сложившейся ситуации. И участие «Каменс» сейчас, мягко говоря, под вопросом. Мы уже привыкли, что техника John Deere и Caterpillar прочно обосновалась на отечественных полях и стройках. Особенно популярны мощные модели, которым теперь придется искать замену нашего происхождения. Но здесь тоже будут проблемы. Например, «Рост Сельмаш» оснащал мощные версии своих тракторов 15-литровым турбодизелем «Камен» с отдачей от 440 до 600 сил. И эти моторы, очевидно, скоро станут санкционкой. А вот самые большие машины петербургского тракторного завода, кировцы модели К742М, оборудованы 420-сильными моторами из Тутаева. А значит, им западные санкции не должны быть страшны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова